Сейчас. Вы меня слышите? Меня слышно? Да. Ну что, добро пожаловать обратно. Сегодня будет одно занятие, которое, если вы слышите это в первый раз, это будет что-то типа, это когда вы первый раз услышали про ручку. Потому что, не знаю, как вы, у меня всегда была такая неопределенность по поводу будущих и прошлых жизней, и я была уверена, что никто не сможет мне это доказать с помощью логики. И все же им это удалось. И обещание на сегодняшнее занятие – это то, что если вы сможете следовать логике с самого начала до конца, с открытым умом, тогда к концу этого занятия вам придется признать, что у вас были прошлые и будущие жизни, даже если вы этого не помните. Вы увидите это с помощью третьего глаза в вашей логике. Итак, просто чтобы напомнить вам о контексте, где мы с вами находимся. Это акт 54, где мы пытаемся доказать три вещи, что три вещи существуют, используя нашу логику. Первое, что кто-то может стать абсолютно полностью правильным существом, что означает стать человеком, который обладает всезнанием, телом света, который не умирает. И это, мне кажется, очень здорово. Второе – это нирвана, состояние, когда у вас больше никогда не будет никаких ментальных омрачений. Вы очень будете расстраиваться. И на английском слово «расстраиваться» на других языках означает «грустный и сердитый» или «злой». Не знаю, возможно ли перевести это таким способом на другие языки, но я грустный, мне грустно, и плюс еще я злюсь. И это вот слово «расстроенный», да, «апсет», переведено с английского. Вы никогда не будете расстроены, вам не будет страшно, вы не будете в отчаянии, вы не будете злиться, чувствовать чувство вины, стыда. В общем, все неприятно, оно будет просто невозможно. А не потому, что вы просто стали куском дерева, потому что у вас больше нет таких семян, которые созревают в одном из этих состояний. Итак, доказательство, что существует нирвана, существует буддовость, и есть путь, существует путь, который поможет вам стать вот этим существом, у которого есть тело и света, у кого есть всезнающий ум и священное великое сострадание, которое хочет помочь каждому живому существу. Наши авторы, и помните, мы изучаем мастера Дармакирти Прамановартику, который комментировал предыдущую работу мастера Диггнаги. И все они дебатировали в Тармакирти, и мастер Чандракирти позже, и ранние мастера, поздние мастера, они дебатировали с такими взглядами, которые имеют современные люди в наше время. Они пытались доказать, что кто-то может стать цемэкьемом, человек, который полностью прав. И мы с вами в прошлом занятии совершили, говоря о Чарваках, которые очень похожи, чьи взгляды очень похожи на взгляды современной науки. И я верю в то, во что они говорят. То есть они говорят, что да, я верю, потому что вы говорите, может быть, кто-то может стать этим полностью правильным человеком, потому что он защитник, потому что он нашел блаженство, потому что он обучает пустоте и может достичь вот этого сострадания великого священного. Но у меня есть одна-одна проблема. Все начинается с этого великого сострадания. Все хорошее начинается с этого великого сострадания. И у меня один маленький, одно маленькое сомнение. Кстати, вот это сомнение может уничтожить все-все-все ваши аргументы, и вам придется развивать это сострадание. Эоны лет, очень долго лет, очень сложно развить вот такой уровень сострадания. Мы не глупые, мы понимаем, что это возможно сделать, но только за очень долгий период времени. Но ваша жизнь коротка, и больше нет никаких других жизней. И не было никаких жизней до этого. Так что, простите, ребята, но ваш ум, ваш ум, это качество, характеристика вашего ума, является результатом вашего ума и зависит от вашего ума. И сегодняшнее занятие мы докажем вам, и это одно из небольших доказательств, которые вы, наверное, сможете понять, большинство из вас, с первого раза, потому что на другие доказательства уходит больше времени. Это не потому, что доказательства неправильные или неверные, а потому что мой ум настолько исковерканный, что я не в упор не вижу логики. Со временем, особенно если вы медитируете, ум становится более ясным, и вы можете более ясно увидеть все эти связи. И будет вам странно, почему вы раньше этого не понимали. Итак, давайте убедимся, что вы не упустите ни одного семени сегодняшнего занятия, потому что они такие вероятны, и они настолько важны. И все, включая переводчиков, давайте закроем глаза и подумаем. Потому что я понимаю, как работает эта реальность, потому что я понимаю, что ничто не происходит, что ничего не происходит, что все происходит из моих семян, что ничего, что не происходило бы из моих семян, и это определение статы, когда я посвящаю каждое, каждое семя, которое я создам, басею за это занятие тому, чтобы быть способным, быть в состоянии понимать эту логику, эти доказательства и каждое любое другое доказательство в занятиях ACI, на курсах ACI, для того, чтобы стать вот этим человеком, который абсолютно правильный и который сможет помочь каждому живому существу. И если у вас есть учитель, вы можете попросить его благословить ваш ум, для того, чтобы вы смогли выйти на другой уровень способности и понимать то, что вы услышите сейчас. И возвращаемся к дыханию, открываем глаза. Хорошо, давайте. Итак, почему мы хотим доказать, что кто-то может стать Сэмэкьемо? И для того, чтобы доказать это, нам нужно доказать Чарвакам или современным ученым, если хотите так выразиться, что ум не является продуктом вашего мозга, что он связан каким-то образом, определенным образом, то есть они оказывают влияние друг на друга, но неверно утверждать и считать, что ум является продуктом мозга. Давайте начинать. И что мастер Дарма Кирти делает? Он представляет совершенно новую концепцию, которая, кажется, вроде как не особо связана с предметом, с утверждениями, которые он приводит. На самом деле, вы можете стать Сэмэкьемом человеком, который абсолютно полностью правильный, потому что у вас больше, чем одна жизнь. И он представляет абсолютно другую концепцию, которая называется материальная причина. Итак, что такое материальная причина? И мне понадобилось какое-то время, чтобы понять разницу между материальной причиной, семенами и другими вещами. И я предлагаю вам не вдаваться в сравнение. Просто думайте с точки зрения современной науки, как они видят вещи. И все эти древние чарваки, они очень похожи на современных ученых. Кстати, чарваки, они считались такими группой, которые придерживались экстремальных взглядов в Индии, потому что индейцы, у них были такие более... Они верили в будущее и в прошлое жизни. Они и чарваки считались такими экстремистами. И в древней Индии не слишком, как бы это выразиться, не такие... Они имели не очень традиционные взгляды. И мастер Дарма Кирти представляет слово, которое очень и очень знаменито. Вы будете слышать его очень и очень часто. Выглядит сложно, но очень важная концепция. Вы увидите людей, которые иногда знают только одно слово на тибетском, и это данное слово Ньерлен Ки Юн. Итак, это означает материальная причина. И определение материальной причины – это что? Главное – это главная материя или главная субстанция, которая становится результатом. И в современной науке, потому что я человек науки, я получила свою кандидатскую, когда мне было 27, защитила кандидатскую по психосоматике, в педиатрии. И я могу доказать, я могу подтвердить, что это то же самоопределение, как у нас, как в современной науке определяют причину. Это что-то, что превращается в результат, что всегда ведет к результату. И он говорит, что материальная причина – это что-то, что превращается в результат. означает, что не существует во время результата, как будто бы она трансформируется или превращается в результат. Это как семя, из которого вырастает дерево, или, например, глина для горшка, как вы можете видеть на этой картинке. Это совершенно отличное, отличается от других факторов. Сопровождающих факторов, например, семя. Семя не всегда порастит дерево. И ему нужны такие факторы, такие как вода, солнечный свет, удобрение. Но без семени вы можете добавлять любое количество удобрений, воды, можете поливать постоянно, можете на солнце все время держать, но вы не увидите никакого результата. То есть без главной причины, без вот этой основной причины, нет ничего, что могло превратиться в результат. И это, мне кажется, настолько гениально, что современная наука, я думаю, согласилась, если бы, и они бы сказали, ну да, действительно, в этом есть логика. Я могу увидеть, что всегда есть что-то, что превращается или переворачивается в результат. Я не думаю, что у нас есть это в слайдах, но давайте будем держать в уме вот такую картинку, что материальная причина – это прежде всего что-то, что должно быть похоже на результат, например, глина и горшок. То есть есть схожесть материалов, да? Или, например, жёлудь и ду, они созданы из одного и того же материала. И все могут понять, например, что из жёлудя обязательно вырастет дерево. Но если я вам скажу, что я посеяла помидор и получила дуб, то вы мне скажете, что ина сошла с ума. Верно? Потому что такого не произойдёт. И все это понимают, что из жёлудя вырастет дерево, и есть между ними сходство, сходство вот этой самой субстанции. Итак, есть сходство. И для того, чтобы что-то стало материальной причиной, оно должно быть похоже на результат, который он производит. Второе. Он превращается в результат. Оно должно превращаться в результат. И как вы можете, наверное, догадаться, когда появляется результат, эта причина исчезает. К тому времени, как появляется результат, материальная причина исчезает. Не существует уже никакого жёлудя, когда у вас вырастает дуб, потому что он превращается в дуб. Уже нет никакой глины, которую использовали для того, чтобы изготовить горшок. Уже есть горшок, сделанный из глины. И самой глины уже нет. Мне очень нравится это доказательство, потому что его очень легко понять. Вот эту концепцию Нерлинг и Гю, материальную причину, материальная причина, это что-то главное, материя, которая превращается в результат, и существуют сопутствующие факторы, которые важны, но они не могут привести к результату без материальной причины. Мастер Дармафирти, кстати, что я не сказала вам. Кедруб Дже, который комментирует эти вещи, он был знаменит, он не был самым знаменитым логиком, Ялцеп Дже был знаменитым логиком, и однажды Геша Майкл прямо в моем присутствии сказал, что он был уверен, что Кенри Бачье был в своих прошлых жизнях, в одной из своих прошлых жизней, он был Ялцепом Дже. Вот, может быть, потому что он был таким гениальным логиком Кенри Бачье. Кедруб Дже. Помните, у Джет Санкапа было два основных последователя ученика, которые также были очень гениальными, умными учеными, Ялцеп Дже и Кедруб Дже. В основном Ялцеп Дже, он придерживался, он был держателем линии, а второй был держателем секретной линии учения. И Кедруб Дже сказал, что в его времена каждый, каждый, абсолютно каждый тибетец верил в прошлое и будущее жизни. Но никто не мог объяснить, почему они в это верят. И когда вы не знаете, почему, когда вы не знаете, почему вы верите, это потому что у вас не было никакого забытия про правильное, у вас нет достоверного восприятия. Это должно быть либо напрямую, либо суеверие. Да, если вы не верите без доказательств, это суеверие. То есть это должно быть доказано прямым восприятелем или логикой. Если нет ни того, ни другого, вы можете основываться на авторитетах. Например, если вы видите, что кто-то был Цема Кебу, то есть стал полностью правильным, и он оставил за собой писание, и кто-то их записал, основанное на их словах, если вы не можете доказать, что этот парень был Цема Кебу, то тогда у вас нет основания никакого под вашими верованиями. Верования сложно доказывать верования, о которых вы не осознаете. И культурные верования, они очень похожи, их очень сложно объяснить. вы, наверное, в очень хорошем находите в очень хорошей позиции, когда вы меняете страны, например, и вы подвергаетесь воздействию других культур, и вы понимаете, что сколько вещей, которые вы считали совсем другие, и люди могут прекрасно жить, веря в совершенно другие вещи. И поэтому хорошо задавать себе такие вещи, правда ли то, во что я верю, и почему я думаю это правильно, во что я верю. Для нас, людей западной культуры, независимо от кого, где вы живете, вся планета, она как бы находится под влиянием западной культуры и религии, нашей культуры, это наука, это наша истинная глигия до того, что мы верим. Но, к сожалению, в науке существует много ограничений. Я могу сказать вам, например, одно из них, я работала на своей диссертации, и я думала, как объяснить результаты, которые я получила, и очень-очень сложно добраться до такого момента, когда вы не можете на самом деле объяснить на сто процентов, потому что вы не уверены в том, что вы наблюдаете, и честно вы говорите, что вот то, что у меня есть, и я не понимаю, почему, я вижу, что мое физическое тело, если оно повреждено, оно влияет на мой ум, но я не могу сделать никаких других выводов. Я вижу, например, что когда тело умирает, я не могу уже больше иметь доступ к этому человеку, и все, и это то, что я наблюдаю, и я не могу сказать, что ума там больше нет, что ум умер вместе с телом. У меня нет ничего, чтобы доказать это напрямую, и не косвенно. И для меня это был такой гигантский прорыв, большой такой скачок. Это очень смело ученому признать, что они на самом деле не знают. Итак, мы продолжаем Снерлин Ки Гю, и что мы с вами будем еще распоминать. Снерлин Ки Гю, это самый-самый первый момент, может быть, не рождение, но, может быть, вы верите в то, в этих учениях мы верим в то, что ребенок, он осознает себя, как только он входит в момент зачатия. Уже есть осознание, осознание. Ум входит в эту маленькую клеточку, которая формируется. Во что бы вы не верили, в момент зачатия, в момент зачатия, в момент рождения, неважно, на самом деле, мы хотим доказать, что является причиной ума в момент, в самый первый момент этой жизни. Что бы вы не думали, было в вашем первом моменте в вашей жизни, что была причиной этого ума и других также вещей, но в основном мы будем говорить об уме. и самое первое, он задает вопрос мастер Дармакити, он говорит, давайте рассмотрим ум в момент рождения, должно быть у него есть причина. И все говорят, нет. И тогда это ведет нас к такому обсуждению о том, что вы удивитесь, но мы будем говорить о всех существующих вещах, для того, чтобы доказать, откуда происходит ум. Мы должны с вами рассмотреть все существующие вещи. И мы можем методом исключения, да, это будет следующий вопрос, мы соответственно исключим неизменяющиеся вещи. почему? Потому что ум постоянно меняется. И все существующие вещи, они имеют причину, потому что они меняются, они трансформируются, и что-то должно вести вот к этим изменениям, или к этой энергии внутри их. И вот это колебание, должно быть, вот эти колебания, они происходят благодаря чему-то другому. И вот почему все, что меняется, должно иметь причину. Вот почему ум в момент рождения обязательно должен иметь причину. ки-ма-та-ки-ритпа во время рождения должен обладать причиной не является неизменяющимся. Ки- это рождение, ма-та-к это непостоянный или неизменяющийся, ки-ритпа это означает о уме. Давайте рассмотрим следующий вопрос. Перед тем, как мы придем к дебату, к самому доказательству, мы должны сделать обзор всего того, что существует во Вселенной. В основном я была шокирована, когда я услышала это, что для того, чтобы заказать причину для чего-то, вы должны рассмотреть снова все существующие вещи, потому что я подумала, что уже что-то ограничено тем, что уже очевидно. Но в нашей линии передач мы не делаем таким образом. Мы делаем все очень глубоко, потому что мы настолько смелы, потому что заявляем. Давайте рассмотрим все существующие вещи. И самое большое деление, то есть мы говорим об изменяющихся и неизменяющихся вещах. Почти все, о чем мы можем думать, является изменяющимися вещами. Например, 99,9999% во Вселенной это изменяющиеся вещи. А что же неизменяющиеся вещи? Каково определение неизменяющихся вещей? Это вещь, которая не меняется от момента к моменту. Если вы посмотрите вокруг себя, можете посмотреть на свое тело, на свой ум, то мы можем очень легко предположить или получить восприятие, что все меняется. Мы можем не видеть тонкие изменения, например, какие-то, но мы можем с помощью логики доказать, что я не вижу, может быть, как я старею прямо в данный момент, но со временем это становится очевидным и заметным. Например, я не вижу зрительно, как что-то меняется от момента к моменту на тонком уровне, но это не означает, что это не меняется, потому что мы знаем, что каждая вещь, она практически, каждая вещь, она разрушается, и каждый человек умрет. Если мы говорим о живых существах, то обычные живые существа, но не существа, которые уже эволюционировали. почему причина нашего ума не может быть неизменяющейся вещей? Потому что если неизменяющая вещь является причиной изменяющейся вещи, то она должна потерять какую-то энергию, то она должна соответственно измениться. Поэтому мы не можем ее уже назвать неизменяющейся вещей. И невозможно, чтобы какая-то неизменяющаяся вещь стала причиной изменяющейся вещей, потому что есть вот эта постоянная меняющаяся энергия колебания. То есть неизменяющая вещь, она не может повлиять на какую-то другую вещь и оставаться при этом неизменяющейся. И давайте подумаем, какие есть главные неизменяющиеся вещи во Вселенной. В основном их три. Первое это пустота. Например, я могу взять вот эту изменяющуюся вещь и тот факт, что эта вещь не происходит со своей собственной стороны, он неизменяющийся. но что бы я ни делала с этой вещью, во время всего цикла существования этого телефона, он не происходит ни из чего другого, как из моих семян. Он не будет самосуществующим. И это означает, что он, абсолютная реальность вот этого объекта, она неизменяющаяся. Давайте рассмотрим мой ум. Он изменяющаяся вещь от момента к моменту, но пустота моего ума, она никогда не меняется. Никогда не меняется. Она никогда, потому что он никогда не был самосуществующей вещью, и он не происходит со своей собственной стороны, он происходит из созревания моих семян, и я осознаю что-то, я воспринимаю что-то, я что-то воспринимаю. То же самое с моим телом, и то же самое со всеми другими вещами. Итак, пустота это одна вещь, пустое пространство, это второй пример неизменяющейся вещи. Что такое пустое пространство? это ручка, только ручка под рукой. Давайте посмотрим на эту ручку, и теперь подумайте о пространстве, которое она занимает. Не то, что пространство, которое вокруг этой ручки, или не пространство между этими двумя ручками, но именно пространство, которое занимает вот эти ручки. Что происходит с пространством, если я их немножечко перемещу? Что случилось с тем пространством, которое они занимали? Можете вы, что ваш ум сейчас такой немножко начинает сотрясаться, подумайте о том месте, которое занимают эти ручки. Что случилось с этим пространством, когда переместило эти ручки из этого места, из этого пространства? Ничего не происходит с пустым пространством. Оно не изменилось вообще ни на грамм. Это как система координат, да, например. Это неизменяющаяся вещь. Есть третья, немножко более сложная концепция, и вам понадобится время, чтобы понять, почему это является неизменяющейся вещью. Мы не будем об этом говорить, я просто назову. Такие факты, какие-то факты, например, реализации, например, прекращения ваших ментальных омрачений будут неизменяющимися вещами, например, прекращения вообще в принципе. Так, давайте отмотаем, вернее, вернемся назад к нашим слайдам. Итак, извиняющаяся вещь, причина извиняющейся вещи не может быть неизменяющейся вещь, потому что это совсем нелогично. Тогда мы просто уничтожаем определение извиняющейся, неизменяющейся вещи. Если она оказывает на что-то влияние, она уже не может быть неизменяющейся. И вам понадобится время, может быть, много раз продебатировать, чтобы увидеть вот эти связи между неизменяющейся вещью, которая, например, пустота изменяющейся вещью, и сам факт, что он не является причиной изменяющейся вещи. Мы не будем об этом сейчас говорить. Помните, что мы говорили о всех существующих вещах, и мы решили только что, что это не может быть связано с чем-то. Мы отвергли или исключили этот аргумент. Что у нас остается? Мы отвергли все неизменяющиеся, и мы остались изменяющимися вещами. Кстати, ми-такпа – это тоже очень знаменитая, без вот этого приставки отрицания, негативной частички ми-такпа, тогда она получается неизменяющаяся. А изменяющаяся вещь, она именно с негативной частичкой, неизменяющаяся на тибетском. И когда в прошлом очень часто допускали ошибки при переводах. Итак, у нас с вами ми-такпа – изменяющиеся вещи. И два знаменитых подразделения изменяющихся вещей – это, соответственно, физические и ментальные. Или мы можем сказать физическая материя и ум. Давайте начнем с физической материи. Давайте рассмотрим ум, не знаю, ребенка, новорожденного ребенка. И, кстати, я должна сказать вам, что когда мы говорим об уме, о чем-то ментальном, мы говорим о шести вещах. Мы говорим об осознанности, об осознанности, не о самих органах чувств, глаза, уши, нос, рот и так далее, обонянии, осязания. Но мы говорим об осознанности этих пяти. И также осознание наших мыслей. Это ум. Это шесть. Это ментальное осознание. Физически очень сильно отличается от ментального. Физическое – то, что мы можем увидеть, то, что мы можем потрогать, порезать, разделить, состоит из атомов, что еще мы можем сказать. То, что можно назвать физическим. Мы даже не задумываемся, когда мы просто говорим, я могу это потрогать, это физическое. Я могу видеть это, значит, это физическое. И вот эти физические вещи, мы можем также разделить их на несколько. То есть больше, конечно, но здесь мы делим такую очень упрощенную версию деления схемы. И их два. Оно называется живая физическая материя. Живая физическая материя – это наши органы чувств. Это не то же самое, что осознанность наших органов чувств. Осознанность, она относится к категории ума, к ментальному. Но мои органы чувств, то есть, например, клетки, эти все чувствительные, в глазах, в сетчатке, которые расположены в сетчатке, помните вот эти чувствительные, которые являются частью оптического нерва. То же самое, что и ухо, нос, язык, да, и все мои вот эти чувствительные рецепторы. Это живая физическая материя. У всех она присутствует. И, возможно, потому что это одна из категорий существующих вещей, изменяющихся вещей, и подкатегория физических, может, вот это может быть причиной вашего ума. Может быть, потому что у меня есть вот эти все органы чувств, и поэтому у меня есть ум. Немножечко, конечно, странновато думать в таком ключе, но так как мы хотим рассмотреть все возможности, чтобы мы ничего не упустили, то давайте попробуем подумать, что если мой ум происходит из моих органов чувства. Например, не знаю, глазу, я, да, вот, например, нервы в моих глазах, да, вот то, что я могу ощутить, все эти рецепторы в ухе и так далее. Это безумие, потому что, что бы вы ни говорили, происходит он от одного органа чувства или от комбинации органов чувства. Все мои органы чувства или все органы чувства произвели мой ум. Это не имеет никакого смысла, потому что это противоречит тогда определению материальной причины, потому что он не превращается в ум, потому что, во-первых, они должны быть похожи, но не знаю. Я закрываю глаза, например. То есть глаза больше не видят никакого объекта, и с помощью ума мне нужно будет увидеть, видеть таким же образом, с такой же четкостью и ясностью, но с помощью ума мы видим все очень неясно. А вот картинка ума, она не настолько яркая, как если бы я, например, наблюдала это своим глазом, смотрела на это своими глазами. И тогда она должна исчезнуть. Что это означает? Она превратится и исчезнет. Как только появился мой ум, то есть я должна потерять что? Органы чувств, например. Если, например, если у кого-то есть органы чувств и произошел какой-то несчастный случай, и он не может слушать, например, или, например, с возрастом, я не знаю. Я очень... Я порадовалась, вот тут получила новую игрушку, я становлюсь все... Получила новую игрушку, становлюсь все моложе и моложе, что теперь мне нужны очки, что теперь я потеряла свой ум, потому что теперь я хуже вижу. Получается, нет никакого смысла, если не существует отсутствие какого-то одного из них, не ведет к тому, что... не ведет к отсутствию ума. Поэтому вот и все. Это, мне кажется, одно из самых простых доказательств, потому что это очевидно, что мой ум не может происходить от органов чувств или чьих-то других органов чувства, потому что... Или, например, от органов чувств моей мамы, на что, например, должна ослепнуть, когда я родилась, или что-то в этом роде. Значит, давайте рассмотрим еще что-то физическое. Итак, мы только что доказали, что все пять или любой из них не может являться причиной ума, не могут быть Нерлин Кигю, материальной причиной ума в первый момент жизни, в вашей жизни. Давайте теперь посмотрим на... Называют не живая материя, или еще называют ее внешней материи. И это такой момент с подвохом. Язык меняется. И западные люди, когда они читают это, они думают, потому что они говорят здесь об элементах, элементах тела. Значит, это что-то, что... что-то странное, старое, или, может быть, суеверие, это потому что они не осознают. На самом деле, что это означает, вот эти четыре элемента, са-чу-мэ-ну на тибетском, са-это земля, чу-ва-да, мэ-это огонь, и лунг-это ветер или воздух. Они говорят, может быть, он происходит из чего-то внешнего. В те времена, когда вы можете, возможно, начнете изучать какие-то глубокие йоговские практики, вы поймете, насколько полезно это знание. И на самом деле, вы не найдете никого, более компетентного человека говорить об этом, потому что я врач медицины, меня обучали в... я обучалась в традициях западной медицины, я получила... то есть получила такое довольно основательное образование в течение 10 лет. Я обучалась в медицине, я изучала психотерапию, я писала диссертацию по психосоматике, поэтому вы не найдете более компетентного человека, с кем вы можете поговорить, не потому что я себя тут нахваливаю, а потому что это факт. Существует причина, почему они говорили о качествах... о качествах элементов земли, воды, огня и ветра. И это очень значимо, когда вы начинаете думать о физическом теле, о дыхании, например, о йоге. Но на сегодня это не так важно, на сегодняшний день, просто объяснить, что это означает. Я вам расскажу, что имелось в виду, что имеется в виду, что земля не означает, что у меня какая-то грязь, например, внутри. Что означает? Это означает качество быть стабильным, качество какой-то стабильности. Вода не означает вся жидкость внутри меня. Это о качестве моего тела быть гибким. текучим. Например, элемент огня – это энергии, о тепле в моем теле. Лунг – это воздух. Или ветер – это все, что связано с движением. В современное время, может быть, они назвали бы это по-другому, может быть, они сказали бы, давайте рассмотрим химические элементы, которые находятся за пределами вашего тела. Или, например, можно даже сказать, что это физическая материя, которая неживая, если мы сравниваем с живой материей, неживая физическая материя. И вопрос возникает, почему они считали вот эти пять органов чувств, как живая физическая материя. Я вам отвечу, потому что вам понадобится долгое время, чтобы найти ответ. Если вы подумаете о живом человеке, о том, кто... Давайте посмотрим, рассмотрим, первый момент сознания. Единственный способ, как человек может осознавать или совершать контакт с внешним миром с помощью вот этих пяти органов чувства. Поэтому сам факт, что у вас есть вот эти пять органов чувств, приравнивается к тому, что вы живой. И я оставлю вас с этим, чтобы вы говорили эту информацию. Хорошо. Итак, мы с вами рассмотрели живую физическую материю, и я объяснила вам, чьи сук означает внешняя физическая материя. Итак, давайте рассмотрим химические элементы. Внешняя физическая материя за пределами нашего тела. Могут ли они быть причиной ума новорожденного или вашего ума в первый момент вашей жизни? И мы говорим, может быть, комбинация всех элементов, всех четырех, например, или какого-то молекул, или какая-то комбинация молекул, или атомов, или, может быть, одного какого-то, один какой-то элемент может быть причиной ума. И вы подумаете, что какая-то безумная идея, потому что для начала ум, он абсолютно отличается от физической материи. Физическая материя – это то, что я могу увидеть, потрогать, схватить, разделить, порезать, отодвинуть. Ум, он невидим, и он осознан. Это и есть определение ума. Он невидим и осознает. Ага. Не похоже, вообще никаким образом не похоже на физическую материю, для чего вообще тратим наше время. Мы не тратим наше время впустую. Многие ученые, они думали о том, что они могут каким-то образом комбинировать эти химические элементы, чтобы воссоздать жизнь. И у них, они потерпели поражение. Я помню, как мой сын, когда он был помоложе, я наблюдала, смотрела с ним мультики, это про алхимиков, про двух алхимиков, два молодых брата, которые потеряли свою мать, в результате какого-то алхимического эксперимента. И они пытались ее вернуть. Они скучали очень сильно по ней, и один из них потерял свое тело. Вот почему его ум прицепился к броню. В общем, они тосковали по маме, горевали, и они решали, что они найдут, они совершают какие-то заклинания, прочтут какое-то заклинание над молекулами, например, там, не знаю, нитроген, соли, возьмут все эти комбинации разных химических элементов, там, не знаю, железа, углевода, воды, и они создали такую огромную кучу, все, скинули эту кучу, и потом начали читать заклинания, и ничего не сработало, да, стало только хуже. В результате им пришлось признать, что нет никакой причины, не было никаких причин, чтобы это произошло, что что-то гораздо более глубокое, есть глубокая причина, почему они потеряли мать, и поэтому они не смогли ее воссоздать. И вот здесь то же самое, в общем-то, что бы вы ни расположили перед собой, прочитали бы заклинание, оно не сработает, потому что это очевидно. Ум, о котором мы говорим, он не похож на химические элементы, не было никаких отчетов, чтобы кто-то соединил вместе химические элементы и создал ум. Один элемент или никогда не создавал ум, и комбинация этих элементов также, похоже, не создавала ум. И вот почему мы можем исключить этот аргумент в том числе. Ну что ж, хорошо, два рассмотрели. Внешнюю физическую материю и живую физическую материю. Помните, суть в том, что как только вы докажете самому себе, откуда происходит ваш первый момент сознания в этой жизни, вы докажете автоматически, что у вас было бесчисленное количество прошлых жизней и также бесчисленное количество будущих жизней. Вы увидите, почему. Так, итак, разобрались с физической материи, что остается у нас? Кстати, это будет также связано с четырьмя элементами. Говорят, что когда я старею, я теряю свой ум, или когда я обезваживаюсь, я теряю свой ум, или что-то в этом роде, да? И что у нас остается? Остается ум. Не знаю. Знакомы ли вы, может, большинство не знаете, или вы забыли, кстати, мысли. Мысли не относятся к ментальному, чтобы вы понимали. И мне тоже пару лет понадобилось что-то понять, почему это ментальное определение ума не мы можем сказать, что он прозрачен, невидим и осознан. Если мы возьмем какую-нибудь индивидуальную мысль, это мысль, она не осознает чего-то. Мы можем осознавать наши мысли. Таким образом, мысль, идея в вашем уме, она не является чем-то ментальным. И я, опять же, оставляю это вам на то, чтобы вы подумали, и мы можем обсудить это, когда у вас будет совсем вопросов и ответов, когда вы уже достаточно помучаетесь. что у нас остается? Может быть, ум в первый момент был создан чем-то, может быть, был создан чем-то другим умом, допустим, например, у моих родителей. Это тоже, есть такая вера, что нам кажется, что две клетки соединяются вместе и каким-то образом, может быть, не ум наших родителей, но какая-то генетика, да, генетика этих двух людей соединяется, это то, как создается мой ум. Каким-то образом, может быть, мы даже думаем, что есть связь с нашими родителями. Но давайте вспомним снова материальное определение, материальное причину. он должен превратиться на первый момент во второй момент жизни, и он должен быть подобный, похожий, подобного материала, например, как глина и горшок, и, например, желудь и дуб, и он должен исчезнуть. Соответствует ли все это нашему определению? Давайте рассмотрим у наших родителей, означает ли это, что родители дают качество, дают свои качества детям. Не обязательно, например, выглядит иногда, что да, похоже, а иногда мы похожи на наших родителей, а иногда не похожи, иногда мы делаем то, что делают наши родители, а иногда мы не делаем того, поэтому я, например, у нас в семье первый врач, мои родители были инженерами, у нас были совершенно разные взгляды, и у меня был совершенно отличный характер от них, для меня это было очевидно, что я очень сильно отличалась от своих родителей, ладно, можем пропустить это, может быть, вы можете сказать, что дети всегда похожи на своих родителей, а как насчет превращается и исчезает к тому времени, как к времени моего рождения мама дает мне, рожает меня, и в момент рождения я осознаю себя, мой ум рождается, и тогда, что мама должна потерять свой ум в момент моего рождения или в момент зачатия, этого не происходит, поэтому это очевидно, что это не является причиной моего ума. Шенкигю или кто-то другой, может быть, не знаю, когда кто-то рождается, кто-то теряет свой ум, например, чтобы появился ребенок, и мы не можем сказать, вот так же у нас нет никаких отчетов, нет никаких историй по этому поводу, и мы только что доказали, что ум не может происходить от ума наших родителей, и, если честно, глупо предполагать, что он может происходить по крайней мере хотя бы от родителей, от других людей, они вроде бы иногда дети похожи на родителей, но если это ум какого-то другого, то это вообще полное безумие. Тогда что остается? Что откуда происходит ум? Если он не происходит, если он не происходит из ничего, что является физическим, потому что ум он осознает и он невидим, а физическое это что-то, что я могу потрогать, разделить, разрезать, видеть, слышать и так далее, то есть получается это совсем разные вещи, он не изменяющийся и он не физически, ментальное должно быть похоже на ментальное, поэтому обязательно мы отвергли, мы исключили все остальные возможности и мы поняли, что это единственное, что остается, это единственное, что похоже на ментальное и ум не может происходить от других людей или от наших родителей, так что же у нас остается? Что может быть причиной нашего ума в первый момент рождения? Видимо, предыдущий момент этого ума должно быть предыдущий момент этого ума, потому что для первого момента вашего ума должна быть материальная причина, что же может быть этой материальной причиной? вот и все и чтобы закончить, я хочу показать вам нашу любимую книгу «Неопровержимый ум» профессора Эдварда Келли «Университет Вирджиния» Эмили и Эдвард Вильям Скелли здесь очень много авторов «Иредюсибл» они называют это «Психология 21 века» и вся книга о том посвящена тому, чтобы доказать, что наш ум не происходит из мозга. Да, ну, это, конечно, глупо об этом думать, но когда вам промывают мозг очень долгое время, вы начинаете в это верить. Все, что является то, что не можете потрогать, вы не можете увидеть наш ум, он прозрачен и осознавлен. Айгеша Майкл говорит в его монастыре он был самым лучшим, чтобы защищать точки зрения чарваков, потому что в Тибет не могли доказать неопровержимым, может быть, невосстановимым. Вот и все на сегодня. Надеюсь, что вам удалось следовать логике, потому что я думаю, что это очень-очень гениальное доказательство, и чем больше вы будете думать, обязательно сделать медитацию и домашние задания, потому что медитация это инструмент, чтобы изучить это на совершенно другом уровне. Существует огромный разрыв между тем, что вы слушаете, и между тем, над чем вы размышляете в аналитической медитации. если вы медитируете, у вас будут очень глубокие осознания, и второе, если вы на эту тему дебатируете, и мы проведем с вами второе занятие по дебатам. И теперь давайте закроем глаза. Если это правда, если это истина, что вы слушали это занятие в течение одного часа, что каждое семечко, которое мы с вами посеяли, будет очень мощным и поможет нам понять самые глубокие идеи этих учений для того, чтобы применить их все и достичь того момента, когда мы увидим сами Сэма Кьябу человек, который является полностью правильным, который обладает сознанием, телом света и автоматически помогает каждому, каждому живому существу из несовершенного стать совершенным. спасибо всем, спасибо переводчикам, я пыталась медленно, пыталась быть медленной, спасибо всей технической команде, Елена Смирнова за координацию, за то, что ведешь все эти, координируешь все эти занятия, всей команде ACI, спасибо нашим участникам, студентам, что пожалуйста, не забывайте посвящать каждое, каждое занятие, потому что это очень и очень ценные и дорогие семена, но если вы будете посвящать, если вы будете медитировать и делать домашки, то вы посеете еще лучше семена, которые приведут вас в высшие учения со временем, поэтому пожалуйста не забывайте об этом. У нас будет небольшой перерыв, потому что я уезжаю в Даймонд Маунтин, кстати, пожалуйста, приходите на ретрит, буду в медицинарии на Гарджуны, это будет невероятно, я буду вести занятия с доктором Агилса в следующее воскресенье, поэтому мы увидимся с вами, если вы будете в Даймонд Маунтин, ретрит будет тоже невероятным. А потом мы сразу же летим в Париж, если вы в Париже или вы скучаете по Парижу, то вы сможете увидеть 23 октября Оля Карасева скажет, куда идти, куда ехать, я сама еще пока не знаю, и потом мы летим в Индию, и у нас будет глубокое погружение в тибетский, в тибетскую культуру, мы будем в тибетском монастыре в течение одного месяца. Нам разрешили там пожить, это прям невероятно, особенно женщина, которая может жить в мужском монастыре, неслыханное дело. может быть, мы поедем в Японию, еще пока не знаем, но остальные занятия, я думаю, что мы скорее всего будем везти из Индии или после Индии. Три самые-самые кайфные занятия, поэтому спасибо и будем на связи. Пока всем. Субтитры Продолжение следует...